Активизация подготовки бактериологической войны против СССР В 1941 году после вероломного нападения Гитлеровской Германии на СССР японские милитаристы, выжидая удобный момент для вступления в войну против Советского Союза, деятельно форсировали развертывание и подготовку Маньчжурии бактериологических отрядов и их филиалов, созданных для ведения бактериологической войны. В соответствии с планом Кан-Току-Эн, то есть планом развертывания японской Квантунской армии для нападения на СССР, принятым летом 1941 года, отрядами номер 731 и 100 была организована специальная подготовка кадров офицеров и унтер-офицеров по освоению и применению бактериологического оружия. Бывший начальник ветеринарной службы Квантунской армии генерал-лейтенант Така-Ацу показал, после выхода в свет оперативного плана Кан-Току-Эн при штабе каждой армии, находившейся в Маньчжурии, были созданы эпизоотические отряды. Начальниками этих отрядов были врачи-специалисты, бактериологи, направленные из отряда номер 100. Инициатором создания таких отрядов являлась первое оперативное управление генерального штаба японской армии. Задачами этих отрядов являлись подготовка и ведение бактериологической войны и диверсии против Советского Союза. Обвиняемый Кавасима, касаясь вопроса об усилении Японии и подготовке к бактериологической войне в 1941 году, показал, летом в 1941 году, после начала войны Германии с Советским Союзом, в одной из моих посещений генерала Исии, присутствии начальников отдела подполковника Мураками и полковника Акира, генерал Исии, говоря о необходимости усиления работы отряда, зачитал нам приказ начальника генерального штаба Японии, который требовал форсировать работы по исследованию бактерий чумы как средство бактериологической войны. В приказе особо отмечалась необходимость массового выращивания блох переносчиков чумных болезней. Характеризуя состояние готовности Японии к бактериологической войне к моменту нападения Гитлеровской Германии на СССР, бывший начальник учебно-просветительного отряда номер 731, обвиняемый Нисси, показал, к моменту нападения Германии в 1941 году на Советский Союз и сосредоточения Квантунской армии Маньчжурии на границе Советского Союза, в отряде номер 731 научно-исследовательские работы по созданию эффективных средств бактериологического нападения были в основном решены, и дальнейшая деятельность отряда шла по линии усовершенствования процесса массового производства бактерий и способов их распространения. Было установлено, что наиболее эффективными средствами нападения являются бактерии чумы. В 1942 году отрядами номер 731 и 100 была произведена специальная разведка пограничных районов Советского Союза для подготовки к ведению бактериологической войны. Еще ранее отряда номер 100 по указанию штаба Японской Квантунской армии систематически направлялись на границы Советского Союза бактериологические группы, производившие на протяжении ряда лет в диверсионных целях заражение пограничных водоемов, в частности в районе Трехречья. Факты эти устанавливаются показаниями обвиняемых Митамото, а также свидетелей Йосикава и другими. В сентябре 1944 года с целью испытания эффективности бактериологического оружия на полигоне отряда номер 731 в районе станции Аньда отряда номер 100 были проведены так называемые маневры с участием представителей штаба Квантунской армии. Один из участников этих маневров, свидетель Фуку Зуми, показал, изыскания способов массового применения бактерий производились путем проведения экспериментов на специальных полигонах с применением специальных аппаратов и самолетов. Такие эксперименты в большом разрезе назывались маневрами. Такие маневры были проведены в сентябре 1944 года на станции Аньда. Эксперименты были проведены над стадом в 300 голов рогатого скота и овец. Данный эксперимент показал хороший результат, так как все животные были поражены и пали. На эти маневры на самолете прилетали представители штаба Квантунской армии. Второй период особо активной деятельности отрядов номер 731 и 100 и их филиалов по подготовке бактериологической войны против Советского Союза относятся к 1945 году. Обвиняемый Нисси по этому поводу показал, в мае 1945 года во время моего личного доклада к генералу Исии он мне особенно подчеркнул необходимость усилить работу по производству бактериологического материала, и в первую очередь по чуме, так как, по его словам, события развиваются так, что в любой день может возникнуть необходимость бактериологического нападения на противника. В связи с этими указаниями все филиалы отряда номер 731 усилили свою деятельность по массовой ловле и разведению грызунов, мышей и крыс, необходимых для размножения блох с последующим заражением их чумой. Для этой цели как в филиалах, так и в воинских частях создавались специальные команды. В этот же период времени усилилась деятельность по экспериментальным работам, была произведена замена оборудования в целях увеличения производственной мощности и создания запасов бактериологических материалов. Бывший главнокомандующий Японской Квантунской армии генерал Ямада, допрошенный по поводу производственного потенциала, подчиненных ему бактериологических отрядов, признал, что эта мощность являлась настолько значительной, что один только 731-й отряд в необходимых случаях мог бы обеспечить своим оружием японскую армию для ведения бактериологической войны. Советский Союз и его вооруженные силы сорвали преступные замыслы правящей клики империалистической Японии по развязыванию бактериологической войны. Вступив на территорию Маньчжурии, советские войска нанесли стремительный, парализующий противника удар. В кратчайшие сроки разгромили главную военную силу Японии, Квантунскую армию и принудили империалистическую Японию к безоговорочной капитуляции. Вступление в войну против Японии, Советского Союза и стремительное продвижение Советской армии вглубь Маньчжурии, показал обвиняемый Ямада, лишило нас возможности применять бактериологическое оружие против СССР и других стран. Накануне капитуляции, в целях сокрытия следов совершенных злодеяний, японское командование уничтожило здания, оборудование и документы бактериологических отрядов и их филиалов. Таким образом, предварительным следствием установлено, что направляемая Генеральным штабом Японии и командующим Квантунской армией практическая деятельность бактериологических отрядов номер 731 и 100 заключалась в подготовке и ведении бактериологической войны и входило с основной частью в общий план преступного заговора правящей клики империалистической Японии. Установлено также, что для достижения своих преступных планов японские милитаристы не останавливались ни перед какими злодеяниями, вплоть до бесчеловечных опытов над живыми людьми и истребления нескольких тысяч заключенных путем насильственного заражения их смертоносными бактериями. Продолжение следует...